Здравствуйте! Не говори «готовы!» Я, правда, знаешь... Готовы, да. Здравствуйте! Здесь Андрей Иванов, известный как «Триплекс». Сегодня мы находимся в студии Академии Игоря Матвиенко и я отвечу на некоторые вопросы, которые поступили к команде «How to mix». Вопросы касаются особенностей работы с электронной музыкой и первый вопрос звучит следующим образом. Бочка и рабочий барабан. Как эквализировать их, чтобы звучало в клубе? В первую очередь мы, говоря о клубе, мы имеем в виду акустику, отличающуюся от домашней. Мы предполагаем аудиторию большое количество людей неравномерное на протяжении ночи, скажем. ну, как диджей, я знаю, как звук имеет тенденцию меняться в зависимости от степени исполнения зала. Поэтому гнаться за каким-то идеальным звучанием в клубе смысла не имеет никакого. соблюдать соблюдать основные правила сведения подбора звуков разумеется необходимо, как и в любом другом жанре. я лично во время работы над бочкой уделяю внимание если я использую сэмплы а я их использую и вы тоже важно уделять внимание хвосту а именно мы находимся в зависимости от темпа песни здесь нам помогут различные огибающие как миди если вы работаете сэмплером типа контакт или любого макфайв сейчас найти хороший снейр или кик не составляет никакого труда и этим нужно заняться в первую очередь когда мы говорим о барабанах для клубного трека мы не думаем об эквализации в первую очередь а я бы посоветовал всем начать с тщательного подбора хороших звуков да на это уйдет какое-то время но зато потом будет меньше проблем и мы не будем бороться с какими-то несоответствиями частотными следующий вопрос использование софтовых и железных синтезаторов особенности предпочтения для конкретных случаев лично я предпочитаю железные синтезаторы у меня небольшая коллекция аналоговых и цифровых синтезаторов все дело конечно же в звуке следующий вопрос бочка бас контроль совместного звучания надо начать с правильного подбора если мы используем синтезатор вариант А и делаем бас на синтезаторе или используем пресет нам нужно чтобы бас и бочка соответствовали и не воевали друг с другом затем с помощью эквалайзера подкорректировать какие-то области скажем если бас доминирует в районе бочка в районе 80 герц эту зону мы прибираем в эквалайзере на басу подчеркиваем 40 и 120 например ритм-секция в целом как сводить все ее составные части вопрос непростой и постараюсь вкратце пробежаться лишь вопрос достоин целого курса опять же в first place в самом начале подбор подбор еще раз подбор не стоит при всей доступности современных средств в аудиопродакшне таких как удобные пресеты трек-пресеты в лоджике и и т.д. и т.д. не стоит обольщаться и думать что если вы нажмете на пресет с надписью kick или snare то вы получите звук который нужен к сожалению многие работают сейчас молодежь работает именно так и это большая ошибка старайтесь избегать пресетов первое трек пресетов старайтесь реже микшировать в соло работать над элементами грува в режиме соло всегда старайтесь балансировать большую часть времени проводите не в режиме соло в сравнении с библиотеками 20-летней давности да даже 10-летней давности все составные части уже в большинстве случаев имеют какой-то процессинг будь то компрессия реверберация дилей и прочее если вы подбираете звуки из современных библиотек учитывайте этот момент потому что если вы будете брать звуки с разных библиотек вы можете попасть в ситуацию где у вас не складывается все вместе потому что у вас нет контроля над реверберацией над тем что уже в звуке внутри поэтому я для себя предпочитаю работать со звуками сырыми сухими с тем чтобы потом придать им уже необходимое пространство опять же старайтесь если есть возможность работать контролировать звук на разных мониторах наушниках в случае с танцевальной музыкой диджейские наушники must have обязательно должны быть но не как замена студийным все время находиться в наушниках я бы не рекомендовал многие даже умудряются сводить в наушниках и довольно неплохо но проблема постоянного пребывания в наушниках известная мы не имеем правильной перспективы стерео поэтому проверяйте проверяйте микс на разных мониторах и на разных громкостях в наушниках на разных